Здравствуйте! Будем сажать авокадо из косточки. Вот у меня немного перезрелое, передержанное, потому что мне нравятся мягкие авокадо. Чтобы авокадо у вас созрело, заверните его в газету и положите в какой-нибудь темный шкаф. И мы начинаем его разрезать. Затем мы вынимаем, разнимаем авокадо и вынимаем нашу косточку. Вынув косточку из авокадо, положите туда небольшой кусочек лука. Поверьте мне, задержит потемнение на долгое время. И заверните в фольгу, положите в холодильник. Лук задержит потемнение авокадо. Мы вынули косточку, сейчас я ее хорошо помою. И продолжим нашу посадку. Итак, мы достали косточку, помыли, высушили. Ну вот она немножко еще влажная. Здесь эта косточка мне, я попыталась ее уже сама надрезать. Облегчила задачу, она лопнула, шкурка у нее лопнула. Вот эти полоски пыталась сделать я. Хотела показать быстрее, но покажу все по порядку. Можно зачистить наждачной бумагой вот это вот место. Отсюда будет расти корень, отсюда будет расти молодой ростик. Мы, я не могу затачивать, у меня руки не очень сильные. Я сделаю вот так. По шву с двух сторон надрежу. Это авокадо. Вот так вот и здесь тоже. И возьму четыре зубочистки. Я уже пыталась сделать, видео у меня немножко не получилось, но ничего страшного. Итак, втыкаем зубочистки. Не бойтесь, не повредится косточка. Росточек очень далеко внутри. Это делается для того, чтобы косточка могла удержаться на стаканчике. Вот только нижняя часть должна касаться воды, поверхности воды. Мы оставляем эту косточку в таком виде примерно на месяц. Через месяц вы увидите, что у нее выросли корешочки. Все время подливайте водичку или меняйте. Я буду показывать весь процесс. Ну вот, я уже пересадила ее в большую вазочку. Так, одну, так как вот здесь раскрылась, видите. У меня сейчас произойдет авария. Я покажу. Вот, видите, какие корешочки большие. И косточка лопнула. Я сейчас ее более крепко проколю зубочисткой. Вот это произошло где-то по прошествию месяца. Видите, какая большая корневая система. И косточка лопнула, что значит, скоро появится росток. Недели через две у нас появится новый ростик. Итак, прошло две недели. Видите, в серединке пробивается зеленый росточек. Как только этот росточек выйдет на поверхность и даст нам зеленый листочек, мы посадим его в горшочек с землей и будем растить наше дерево авокадо. Кстати, авокадо очень вкусно, не только в салатах и полезно. Его можно намазывать на хлеб. Об этом рецепте рассказал мне мой друг. Он жил 40 с лишним лет в Южной Африке. И после того, как вы намазали на хлеб авокадо, тот, кто употребляет соль, но я не употребляю. Я брызгаю лимонным соком, немножко перцем. И можно положить кусочек, допустим, курочки, если кто-то держит диету. Если кто-то не держит, прекрасно идет вместо бутерброда. Подсолить чуть-чуть кусочек колбасы. И очень вкусно. Мне нравится, например, и без всяких добавлений. Следующее мое видео будет уже, когда выйдет зеленый росточек. Здравствуйте! Со всеми орхидейными делами я совсем забыла про авокадо. Оно у меня уже переросло. Уже надо было давно пересадить его. Росточек у меня из-за того, что долго держало, сгнила спичка, вернее зубочистка, и опустился в воду. Но ничего страшного, мы его сейчас посадим. Видите, несмотря на то, что верхушка немножко темноватая, есть молодые росточки, их довольно много. Минутку. Вот видите, зелененькие. И мы будем сейчас сажать наши авокадо. Положили слой дренажа и слегка присыпаем грунтом. Как мы уже сказали, грунт должен быть проницаемым и хорошо просыхать. И после этого аккуратно переносим наше авокадо, стараясь не повредить корни, они очень нежные. Ставим в центр горшочка. Я потом полью, и все это смоется. И присыпаем землей. Горшочек мы сначала берем небольшой. Чтобы растение успело впитывать воду. Я пролью, промою, и не будет видно этой грязи. Вот эти спички можно удалить. Кстати, можно и почистить шкурку. Она уже не понадобится. Это было в самом начале. Кстати, многие удаляют ее, даже когда только начинают высаживать. Долили спички. Вот конечный результат. Я сейчас промою хорошо-хорошо. Ну вот я полила растение, заодно промыла его от излишков земли. И теперь мы будем поливать его, как мы уже говорили, по мере просыхания. Пробуем пальцем до половины примерно горшочка, потому что мы очень легко можем убить наше растение. Вот видите, я продержала, и немножко верхушечка начала подсыхать. Но это ничего страшного. Как я уже сказала, у него очень много боковых побегов. Оно растет очень быстро. Кстати, может и плодоносить. Летом желательно выносить его на балкон, в сад, на свет, на солнышко. И зимой держать по возможности тоже на очень ярком свету. Спасибо за внимание. Если видео было полезно, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Как только оно подрастет, я обязательно его покажу. Спасибо за внимание.